Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами продолжаем изучать удивительный мир Скорима вместе с нашей подругой Вильей. Итак, ой, секундочку, итак, 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 итак. Мы вообще-то должны были войти в пещеру вместе с этими братьями и искать ключ. Но почему-то они оттуда звезданули. Братья, алло! Стой, Свегард! Так, подожди, какой ключ? Какой? Нет, еще не попадался. А вы-то куда? Вот это номер. Подождите, мы вместе с ними должны были войти в эту пещеру. Так, по поводу этого я тебя спрашивала. Какой у него рожица с тушками. Да, и об этом мы с ним тоже говорили. Друзья, похоже, наши мальчики на нас обиделись и просто-напросто взяли и ушли. Вот так вот, Вилька, да, прыгались. Теперь мы должны сами идти в эту пещеру и доставать оттуда ключ. Но подожди, подожди, нет. Мы с тобой туда не пойдем на ночь, глядя, потому что мы, в принципе, собирались переночевать. Мы собирались тут отогреться, в конце концов. Мы так уютно сидели с Вилькой у костра и болтали о наших девичьих делах. И вот тебе, пожалуйста. О, друзья, я не знаю, что мы будем делать. И давайте-ка я посмотрю на задание. Оно у нас вообще осталось. Обыскать пещеру Метвежий коготь. Понятно. То есть искать мы будем, обыскивать его без этих братцев. Ну, с другой стороны, я вам скажу, может, оно и лучше, потому как не будут они нам мешаться. Они, конечно, неплохо сражались. Они сильные мужики, что и говорить. Но вот так-то, Вилья, нельзя разбрасываться. Скажем это сами себе и пойдем спать. Так, у нас 7 часов вечера, поэтому давайте-ка... В пещере нам все равно, светло там или темно. Поэтому спим мы... 7 часов. Я думаю, что этого нам должно хватить, чтобы выспаться. И в 2 часа ночи, Вилья, в 2 часа ночи мы с тобой пойдем исследовать эту пещеру. Так, ну, для начала нам надо что-нибудь такое съесть, легенькое. Вот даже поздороваться с вами, друзья, не дали как следует. Так, ну, давай тогда уже водички попьем. Слышь, на то пошло. Да, все. Отклепляемся. Че, неужели они согрелись? Хорош. И выдвигаемся. Что делать? Так, ну что, братьев, конечно, братья за нами не пошли. Вот, Сенатя. Да, Вилюхи. Ну, ладно, тогда мы делаем проще. Мы, одевая на себя все свои шкурки... И тепленькую... И бронированную... Мы берем в руки лук... Прячемся и пошли. Потому что одному богу известно, что может быть в этой пещере. Вот тебе и фальскар, вот тебе и... Сюрпризик. Ага. Я так понимаю... Так. Головорец не сразу понял, что стрела... Вонзилась ему в спину. А все понятно, потому что у него сильно работала анестезия. А вы видали, с чего она состояла? Нордский мят еще целый. Так, Головорец. Кстати, урочья стрела... А, я по-прежнему стреляю луком. Я же хотела... Морковка, давай сюда. Я хотела использовать арбалет. Мне надо на него обратно переключиться, вот. Поскольку он как бы игнорирует 50% брони. Посмотрим, так ли он хорош, как о нем рассказывают. Пока что мы можем убрать неприятие мороза и сундучок. А также нордский мед и опять пустая бутылка. Кстати, нордский мед нужен нам для готовки. Уберем его всего. Так, ну что ж, соратники. Дамы и собаки, идемте. Упс. Черт бы побрал ваш арбалет. Черт бы побрал ваш арбалет. Помогите. Помогите. Он бьет совсем никак. Так, секундочку, предметы, зелья, восстановление здоровья. Это мое чудное зелье. А также я возьму, пожалуй, свой безопречный лук, который надо зарядить, вообще-то. Понятно, что здесь мы никаких... Нет, ты меня напали! Черт! Черт! Ну что ж... Страшный, страшный сон. Это был Вилья. Это был ужасный сон. Но все дело в том, что... Как бы он ужасен не был... Все дело в том, что... Наших спутников с нами нету. Поэтому давай-ка потихонечку не будем повторять прошлых... Ошибок. Итак, один сидел там, и... Подождем мы обыскивать. Вот так вот. Нет, нет, нет. Кто мне говорил про арбалет? Это голые разбойники. У них нету никакой брони. Там нечего игнорировать. А... Очевидно, и моя прокачка на арбалет не распространяется. Только на лук. Так. Белья. Тихо. Защита еще действует. Так. Какие деревья? Подождите, мне нужны деревья. Черт. Не то. Черт. Зараза манья видит. Сильно. Мародер. Так. Друзья, я... Сваливаю. А это кто? Тоже мародер? Отвешайся. Ох, Вилька, ты у меня героиня. Вот кто мародер в этой вот броне нордской. Вот кто меня тут оприходовал в прошлый раз. Но нам с него ничего не надо. Да. Так. Ладно. Повторяем всю эту процедуру по второму разу. Так. Что мы тут еще находили? Нордский мед. И... На сей раз стрелы в нем не оказалось. Ну ладно. Что делать? Так. А где второй? Вы его уже съели? Куда делся второй, засранец? Так, я так понимаю, что можно уже встать охотку. Да, наш отлетел. Так. Крепкое зелье. Воздействие древних свитков. Это что такое? Что-то интересное. Такого еще не... Не знаю. Так, бандиты. Сундучок тут припрятали, понимаешь ли. Что ж у нас там есть. Так, ладно. Букс не берем. Все. Ага, вот где они обитали. Ну что ж. О, орехи в меду. Ням-ням-ням. И целый бочонок. А я его не могу взять. Так. Поэтому возьмем картошку. Слушайте, а... А-а-а, где запрятан? Смотрите, как хитро. Амулетик и есть ключ. Подождите, дайте-ка мне посмотреть получше. Ключ силы. Очень странный. Очень странный ключ силы. Вилли, ты не находишь? Так, этот тоже закрыт. Ладно. Мы его, пожалуй, вскроем. Ну, надо же, как нас по-глупому прибили. А все потому, что мысли бродили далеко. Мысли бродили вокруг этих двух сбежавших братцев. Я боялась, как бы это ни был очередной баг, типа с коровой. Великой хватки. О, сколько они стоят? 7 килограмм. Ну, продадим. Мы еще можем что-то носить с собой. Кошельки. Слушайте, я надеюсь, это мешки. Они пустые. Я думала, они полные золота. А нет. Нам достались какие-то жалкие монетки. Мы их тоже соберем. Так, и знала б я, конечно. А что тогда ходили сюда брать, мне хочется спросить? Они сюда как, зашли и вышли, получается? Ведь мы с Велькой только-только присели, расстались, попрощались с вами. И при следующем заходе в игру они уже быстренько свалили отсюда. Так, камень мы возьмем, чешую. А, соль обязательно возьмем. Полено тоже пригодится. А вот рыбу-убийцу, да еще не свежую. Фу-фу-фу. Ох, Велико, тебе надо помыться. В кровище все. Так. Пошли. Кстати, давайте-ка с вами сразу, может быть, и посмотрим тогда на этот самый ключик. Что он из себя представляет. Как вы думаете? Одним глазочком. Интересно, где у нас, впрочем, ключ силы. Вот он. Ой. Как это делалось, я уж не помню, чтобы на него можно было посмотреть в увеличенном виде. А вот так вот. О, друзья, там нарисован какой-то янтарный мишка. И, в принципе, это действительно кулончик, амулет. Я не обратил внимания на, какой амулет висел на управляющей янтарным ручьем. Оказывается, она носила кулончик, который и был тем самым ключом. Кто бы только мог подумать. Илья, у нас 4 часа ночи, а это значит, что? Это значит, что мы с тобой еще вполне можем поспать. Пару часиков. Даже 3 часика мы с тобой можем поспать. Вот. Отлично. 7 часов, слушайте, ну темнотища, друзья, как будто... А почему темнотища? Потому что дождь. Так, и что ж теперь огласит наше задание? Теперь нам надо... Давайте, прежде всего, посмотрим на карту, где мы находимся. Вот где мы находимся. Так, удалить, удалить, да. Сюда-то, в принципе, ярлы собирался прийти. А теперь нам надо... Ах, друзья, я так думаю, что эти братья, они действительно на нас обиделись. Что мы их бросили. Просто бросили в эту пещеру и пошли себе в свою хижинку. И сказали, ну что ж, девчонки, раз вы так, ищите сами. И ключик, и все что угодно. А мы, пожалуй, пойдем. Так, Вилья, ну мы пойдем. Слушайте, ну что это? Чуть не нормально это. Совсем темно. Я ничего не вижу опять. В полных потемках. Можно сказать, что на ощупь. Пробираюсь через лес. И, друзья, как я и говорила, на видео, когда оно заливается на YouTube, оно, естественно, очень сильно, очень сильно высветляется. Потому что в данный момент я фактически вот просто, просто на ощупь иду. Так, ага, здесь у нас высоко. Здесь мы можем убить нашего бальзама. А там еще где-то и волки, вдобавок ко всему. Черт! Не убейся. Да, у нас гости, поэтому мы побежали очень быстро. И стараемся не застрять в елках. При этом. Куда я скачу, я не знаю. Я вообще скачу в другую сторону. Но по идее, как-то так мы должны сейчас выйти на дорожку. А там уже будет полегче. Да, вот она. Ну вот. Значит, что я так понимаю. Мы возвращаемся к братьям, говорим, простите нас, извините за то, что мы вас так игнорировали и бросили двух бедных маленьких крошек в пещере одних. Отдаем им этот ключ силы и идем искать второй. Я не знаю, насколько Ярлу удалось им там найти второй ключ или как. Надеюсь, что удалось, иначе беда для всего Фальскара. Так, и Вилье-то где? А, кстати, я Вилье-то не отпускала? Нет, по-моему, я ее не отпускала. Ну ладно, если что, я ее позову. Я просто кликну ей Вилье, и она явится ко мне. Возможно, она где-то там с волками разбирается. Да невозможно, а сто процентов. А этот бедный, слушайте, раненый стражник, он, наверное, все-таки оказался еще вдобавок ко всему контуженным, потому что он сказал, что он пойдет в город. Но с тех пор, смотрите, он так и бродит здесь. Он так и бродит, и так и не найдет, куда же ему пойти. К сожалению, помочь мы ему в этом тоже никак не можем. Как говорится, к доктору мы его послать не можем. Боюсь, что докторов здесь нет. Так, там тоже какой-то огонек. Тоже какой-то стражник. А ты что тут делаешь? Сторожит. Этот стражник сторожит. Он какой-то своеобразный маяк, что ли, на дороге. И поскольку в Фальскаре у нас нету фонарей на дорогах, возможно, что выставляют вот таких стражников с факелами. Почему нет? Делать им тут все равно нечего. В войне они как-то не принимают никакого участия. Да, сырая одежда. Сырая одежда. У нас дождь. Я вот даже расцвело. Я вижу на экране капли. Ну, а мы с вами бежим дальше. И уж какую серию подряд мы с вами бегаем туда-сюда. Эта дорожка у нас топтана и стоптана. И, насколько я знаю, здесь в округе тоже нету ничего такого интересного, что можно было бы исследовать или как-то куда-то свернуть. Здесь с нами все уже изучено. В этой части я очень долго охотилась на оленей. Так, слушайте. Я увлеклась. Я скачу прямиком в Янтарный ручей, хотя мне туда не надо. Мне же надо к хижине этих братьев. Заболталась, задумалась, замечталась. Ну, благо, она тут недалеко. Да, где-то здесь же была их избушка. Вот я помню эту большую елку, да. Она такая необычная тут среди всего этого леса. Давайте-ка, кстати, зайдем с лошади и посмотрим на нее. Так, факелы я пока не убираю. Ну, очень-очень необычно. Во-первых, она сухая. Если уж на то пошло. Просто огромная. Какая-то просто реликтовая ель. Не знаю, возможно, с ней тоже будет связано какое-нибудь задание или предание, или еще что-то. Но пока что мы не натыкались ни на какие повествования или рассказы о том, что это за могучая древняя ель тут. Так, братья, ну что, вы тут тоже решили отдохнуть от нас, да? Так, подождите, я вижу бабочек. Они разлетелись. Ну ладно. Так, Ольгар. Так, твоя коза на твоем плече меня смущает. Ты не хочешь говорить о ключе. А вот Свегард, по-моему, хотел. Да, он у меня. Ключик-то. Красавчик, а ты со мной не пойдешь, да? Или пойдет? Пойдет, пойдет. Вилька, пошли, побежали. Смотри. Братья опомнились. И тоже пойдут в ручей. Я так понимаю? Или куда он побежал? Ну, судя по всему, да, он тоже побежал в янтарный ручей. Ну, каким-то таким другим путем одному ему известно. Хотя, вот же, тут есть дорожка. И помнится, мне где-то тут был брод. Или какой-то мостик. В общем, как-то можно было еще попасть туда. В этот ручей, не лазя по скалам. Да-да-да, вот здесь вот. Ага, мы тебя догнали, догнали. Странно, что твой братец остался дома. Быстро бегает. Ну, заодно мы узнаем. И не будем больше плутать. Нам бы расторговаться еще, но да ладно. Я надеюсь, что мы успеем это сделать. Сейчас первый прибежит и скажет, мы нашли ключ. Вот, вот, вот сейчас увидите. Сейчас он обязательно именно так и скажет. Мы нашли ключ. Так, ну что, Ярл. Брат Торгал. Торгал. А, так вы оба здесь, братцы. Ну, вот, случилось, случилось. Расслабились. Так. Мы добыли. Ах, это я говорю, что мы добыли. Почему волшебники оставили монастырь и удалились от дел? А, об этом мы тоже с вами говорили, кстати. Так, это все хорошо, но у нас есть кида. Фантастик. А, супчик, отдадите, у меня обеденное время. Ну что ж, пойдем, да, у меня естественно легкий голод. Вы так ничего не дадите, да? Сынулька. А ты видел когда-нибудь дракона? Ой, малыш. Ну, хотя... Да, 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 да. Они действительно ужасные. Так, ну что, мне надо опять присесть, да? Ну, давайте присядем. Да ты математик, Ульгар. Ну, парень не должен быть никакой ключи. О. Ну, тут... А, ну... Это очень хорошая точка. И я не помню на нас, чтобы получить эти два ключи. Ну, то что мы делаем? На царь-чапе. На что? Это не время для поэта. Сердце? Не надо на меня смотреть. То есть я сейчас должна буду найти вам это сердце, да? О, что здесь? Зэмунстед? Мы все слышали истории. Да. Зарезные были там до сих пор. До сих пор появился, и Двеймертек убрал молодых маленьких парнях. Там был книж. Документация из храма. Подамы всякие информацию, в том числе, когда это строится. Кто там? Да, 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 а я ведь так тихонечко молчала. Я надеялась, что хоть кто-нибудь из этих мощных братцев или этого могучего монаха скажет, что давай, давай, я тебе помогу. Но нет, но нет, это не для меня, я так могу сказать. Ладно, что ж, побухтели и... Ладно, да, я понимаю, я пойду. Кому well, а кому не очень. И при этом они мне даже сыра кусочек не дадут, а? Виль, ты видала? Сила и мудрость. Осталась здесь и сила, и мудрость. Осталось лишь... Вилька, остались лишь мы с тобой. И опять нам спасать этот мир. Ой. Ну что ж, давайте туда поговорим. С тобой, что ли, да? Ну что ты тут смотришь? Рассказывай давай. Так, а почему бы вот себе не пойти со мной? Расскажи мне. А, вот моя стихия, да? А, ты уверен? Ну, твои молитвы, как говорится, да богу в уши. Чем был Вайзимундстед? Друзья мои, вот как бы мне его переименовать, вот этот Вайзимундстед? Короче, этот Мундстед, чем он был? О-о-о. Две мерзкие машины нанялось, пробудились. О-о-о, точно. Черт, нашли, где устроить библиотеку. Так, ну а где этот ученый, кстати? Мне бы с ним поговорить. Трагедия. Почему, почему ты говоришь, что многие здания утеряны? Кому удалось ускользнуть? Да, вот, кому удалось-то? Где этот ученый? Ага. Ну, это да, это да. Да, рассказывай мне все уже. Так, почему ты говоришь, что многие знания утеряны? Ну, почему-то, почему-то. Почему? Несколько книг. Чего бы тебе со мной не пойти, а? Так, а почему пробудились машины? Ну да, ну да. Естественно. Фантастик, фантастик. Мы выясним все. Нас убьют там, правда, по ручку раз. Ну, это не страшно. Как я попаду внутрь? Вот мне это интересно. Ага. Я так и думала. Вот это точно ущелье, что на западе. Слушайте, а мы ее не находили? Нет, мы там, по-моему, не были еще. Да, они по нашему хрупкому, нежному плечику, естественно. Так. Шор. Шоровы кости. Ребята. Где братья Баклушина? Где Ярл? Все? Все разбежались? Ну, очевидно, а с ними-то мне уже... У них и нечего спрашивать. Я так понимаю. Да? Вот вы. Сидите. Так, ну что? Так, это все очень хорошо по поводу охоты. Мне тоже охота. Но почему бы тебе не пойти со мной? Ох, ну что ж, ладно. Прощай, красавчик. Это был твой шанс. А теперь до свидания. Что ж, Вилюхин, знаешь, что мы сделаем с тобой? Я сейчас, наверное, пойду продам четкам. Мы там что-то набрали? Много какой-то пакости, по-моему. Ну, так ты что, продала свои ткани, нет? Давай тогда я тебе что-нибудь продам. У тебя есть 500 монеточек. Так, и я тебе знаю, что сдам. Я тебе сдам этот дурацкий арбалет. А может и нет. Может, там просто мародер мне попался. Действительно, его и стрелы мои не особо брали. Если уж на то пошло. Так, отсюда у нас вроде как нечего продавать такого. Вот, урочи, перчатки, велики, хватки. Зачарование это у нас уже есть. Поэтому, на, держи. Они тяжелые. Так, я тебе еще каких-нибудь зелицев, наверное, продам. Быстренько. Вот, забирай. Сил, сил. Это забирай. Так, дальше где-то были те, которые я понаделала на продажу. Так, это не то. О, какие-то были. Слабый яд, неприятие мороза. Зелье магии. Так, вот это забирай. Вот это забирай. И вот это забирай. Все отлично. Ох, ес, ох, ес. Мы будем трабл, сейв. Так, куда нам надо было с тобой, Велев? Давай-ка посмотрим на карту, куда нас с тобой послали на сей раз. И где же эти самые руины, которые мы должны найти? Где это? Не вижу. Наверное, надо отметить в журнале. Потерянные знания. Так. А, ну, в принципе, смотрите, это не так далеко. И очень странно, что здесь находятся две мирские руины. Более того, смотрите, тут рядом приорат этого Бейлан. И, в принципе, действительно, товарищ мог бы со мной пойти. Так, Вилли, подожди. Летающая лошадь, это не то, что нам надо. А, нам надо... Секунду. У меня какой-то... Географический кретинизм наступил. Ах, да. Вот сюда нам. А мы выдвигаемся. И я не знаю, доскачем ли мы засветло. А если мы доскачем, то возможно, что мы... Просто заночуем в нашей уютной палаточке. Так, подожди, Вилюхина, я опять куда-то... Не туда еду. Тут какая-то рощица у нас есть с вами, смотрите. Прямо-то по курсу. А где есть рощица, там наверняка есть какие-нибудь упыри, да? Так, поэтому давай-ка слезаем. Надеваем на себя шкурку. Тепленькую. И прочненькую. Так. Все, взяли лук. Присели и пошли смотреть. Что у нас тут есть. Целый какой-то курган. Тихо, Илья. Вон, тут уже начинаются какие-то двеберские штучки. А, возможно, кстати, через эту рощицу, через... Те самые водопады мы сможем попасть... О, здесь сундук есть. Ну, надо же. И никто не охраняет. Да ладно. Возможно, просто мы не видим того, кто охраняет. А кто охраняет, не видит нас. Возможно, и такое. Так, ага. Все. Давайте-ка я включу свои... Да, не это же. Не это же. А вот это. Чувства обостренные. Обострим свои чувства, чтобы понять. Кто где ходит. Так, ну, то олень. И цветочки. Так, здесь сундуков нету. Ну, было бы странно, если бы в каждой такой ротонде были бы сундуки. Вот там уже какая-то вражина, по-моему. А роща. Я слышу, и это, по-моему, спрыган, друзья. Чёрт. Чёрт. Господи, это кто? Соблизуб? Слушайте, вы же... Чё её не добили-то? Я думала, вы её добили. Чё, Вилли, я в тебя, что ли, попала-то ворчишь? Очевидно, да. А вот и саблезуб. Слушайте, а не было саблезуба в этих землях? Вот так-то спрыган Матрона призвала. Ага. Честно говоря, я так понимаю, что это какое-то другое место. Это не то, что нам надо было. Естественно, мы возьмём всё. Чем же мы тут занимались? Ого. Как интересно. Смотрите, колодец какой-то. Чё у нас там? Ой. Черепа. И золотое ожерелье с рубином. Ну ладно. Раз так. Да, да, это древние... Остатки древненордских руин тут у нас. Урны. Ну и, пожалуй, всё. Так, а пещерка? Пещерка, очевидно, где-то внизу. Да, я так понимаю. Собственно говоря, не мешало бы опять мне одеться в шкурку. И уже выдвигаться дальше. Это будет долгий и сложный путь, сказал нам монах. Так, ну, в принципе, время у нас ещё с тобой есть, Вилья. А ты даже уже знаешь, о каких руинах идёт речь, Вилья. Мне в твой дар провидение. Давайте-ка свистнем нашего коня. Чтоб он сюда поближе подошёл. Ну, я не совсем уверена, что... Мы выйдем здесь, куда собираемся войти. Да, Вилья, я так и думала, что надо тебя перебить твои мысли... Мысли грустные. Именно более интересными мыслями о смене прически. Так, не меняй ничего. Не-не, мы тоже не любим переставлять мебель, поэтому... Думай, 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 думай. Такое впечатление, что мы разговаривали с нашей лошадью. Ну, ладно, Вилья. Пока ты думаешь о прическах, давай-ка пойдём внутрь. И посмотрим, что у нас там. Что у нас там, где у нас там книжка. И прежде всего, кто же там в этой пещере может быть. Две мирские машины, две мирские механизмы. Но, очевидно, до них нам придётся ещё... Долго и долго идти. Так, и поскольку у нас заклинание шумное... Дай-ка, Вилюхин, я наложу на себя всё это дело по-новой. Да? Как я могу тебя согреть? Потом, Виль. Греться будем потом. Могу себе представить, что такой пещерке с таким ручейком действительно не жарко. Вилюхин, не будь капитаном очевидность, давай-ка. Прыгаем по кочкам. И спускаемся. Виль, ты определись, пожалуйста, это нордик или всё-таки двемер. О! Вот ты меня заболтала! Да, вот именно привет. Вот тебе и здрасте. Мордасти. Чё у нас в мешке? Картошку возьмём. Мы вообще сюда за картошкой пришли. О-о-о! Так, Лейфор, если б не ты, меня б, наверное, и добили. Учёный, понимаешь ли? Головорез. Так, урочи, стрела, септим. Ну, давайте возьмём эти болты. Не время, конечно, экспериментировать, но... Так, дневник разбойника. Угу. А ещё, да, сипа. Илья, Илья, Илья! Так. Так. Предметы. Зелья. Что у нас со здоровьем? Так. Магия. Крики. О-о-о! Вот мы попали. Если я успею, потому что они как-то умудряются... Эм... Сбивать. Сбивать, сбивать эти самые крики мне. Так, ледяная форма. Да. На всякий случай. Так, Лефур, это ты заморозился? Размораживайся давай. Фу-у-у, ёлка с палками. Я вам скажу. Я вам скажу. Да, здоровье теперь, конечно, кажется, очень плохо. Фу-ух. А чего он сюда приперся, скажите мне, пожалуйста. Отдавай сюда свой сыр, мед, мои стрелы и септима. Собрались читать дневничок, понимаешь, по мешочкам лазить. Хорошо, что на мне была еще моя броня. Так, ладно, ребята, Лефур размораживается, а мы читаем дневник разбойника. Мне говорили, что пещеры огромные, бродить можно годами. Давно уже сюда никто не заходил, наверное, со временем событий в руинах. Главное говорить, что тут полно всякого добра. Надеюсь, он прав. Мы запасемся едой и прочим, прежде чем двигаемся дальше. Здесь неизвестно, сколько мы там пробудем. Пока что меня поставили тут дежурить, следить, чтобы сюда не проникли эти докучливые искатели приключений. И не помешали нашему предприятию. Слушайте, мне так кажется, что они уже и ищут тут то же самое, что ищем мы. И наверняка, опять же, по заданию того самого Ингвара. Сто процентов. Так что надо быть сначеку. Надо, подождите, опять одеть на себя шкурку. И выдвигаемся. Водичка журчит. Как видите, у меня почему-то указатель есть, но он за закрытой дверью. То есть нам еще идти и идти. Так, подожди, не отвлекайся на грибы особо сильно. Вон он, вон он, вон он. Билька, Билька, ты можешь присесть, вот. Опять же, с лампочкой бегает над головой. Там их несколько. Ого. Черт. 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 Тихо. Тихо. Там еще кто-то есть. лифор еле живой вон 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 бегает вилья и вижу сейчас сюда прибежит подожди тебя будет и берарю ты сойдет 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 или сойдет так сойдет она так себе ну сойдет так как то меня опять видит о най 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 стоп тихо кто-то где-то еще есть вон 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 бежит 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 добивайте добивайте пока она не вылечилась сделать хорошо сделать все сам то точно но добили так морский мед стрела отмычка септием и деревянный лук это было моё спасение что этот лук был деревянный а не какой-нибудь там две мерзкие так что же давай осматриваться вели я так понимаю что сейчас пока что больше уже никто сюда не прибежит так я даже не знаю нужны ли мне большие мешки давайте ка смотрим этих мародеров на предмет септимов о да мы еще есть хотим самое время тогда здесь нам и перекусить собственно говоря почему нет так что нам бог послал на сегодня отварная говядина надо ее доедать наелись да отлично так бурдюк кипяченая вода а вот собственно говоря набрать водички нам бы не помешало я так думаю так давай давай дожевываю уже свою булку и вот я не знаю наверно в таких ручьях таких ручьях у меня не набирается я так думаю наверно нет как это можно проверить на пустых бутылках нет не добавляется не набираем мы здесь воду ладно я думаю что принципе воды хватит у вильки речи какие-то чьи есть полным-полно так это что за стоп стальная сабля остальную саблю мы тоже наберем так откуда-то отсюда не повыскакивали она отсюда мы отсюда пришли вроде как да 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 мы пришли отсюда а этот выскочил вот отсюда за стенка стоял мародер так друзья ну а мы наверное с вами здесь пока что и попрощаемся и продолжим наше путешествие следующей серии где продолжим изучать вот эти самые руины а здесь я думаю что мы с велькой сейчас переночуем поставим здесь палаточку и утречком выдвинемся дальше искать эту самую злополучную книжку поэтому что же огромное спасибо прежде всего все кто посмотрел эту серию заходите на мой канал подписывайтесь те кто не подписался ставьте лайки комментируйте а мы вас ждем свели в следующей серии всего хорошего и пока 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 субтитры сделал DimaTorzok я в этом все я в этом все Субтитры создавал DimaTorzok